Дорогие друзья, переходим на другую тему, на музыкальную тему, на детскую. Итак, в нашей студии Евгения ФАС, педагог музыки с детьми 0+, по ОРФ-системе, ведущая интерактивно-детских представлений Красноярской краевой филармонии, преподаватель Красноярского института искусств имени Хворостовского, а также Анастасия Москвич, продюсер детских проектов Красноярской краевой филармонии. Здравствуйте, доброе утро! Здравствуйте, доброе утро! Мы сегодня поговорим на тему музыки и на тему малышей. Да, да? Рассказывайте. Ну сколько уже существует вот та самая филармония для детей? Бэби-филармония. Дораз звучит мило? Да. Бэби-филармония – это такой проект для самого нежного возраста, и существует он уже пятый сезон. Мы имеем три ступени, 0-1 годик, 2-х летки и 3-х летки. И программа наша выстроена по степени возрастания. Так как деятельность ведущая, конечно, игра, поэтому мы играем в музыку. Занимаемся только с предметами, то есть предметная деятельность ребёнка тоже ведущая, поэтому у нас в руках всегда музыкальные инструменты. Они, конечно, элементарные. Я сразу полез за ними, да. Например, те, которые вы держите в руках. Это не просто музыкальные инструменты и игрушки, они также, совершенно верно, они также развивают очень много мышц, не только слух, но и мышечную моторику малыша, развивают спектр слуха и даже помогают избежать заболеваний ОРЗ и ОРВИ, например, как дудочки и свистелки. Вот у нас есть свистелки. Да, различные дуделки и свистелки. Попробуйте, это прекрасный звук. Мне на самом деле очень нравится атмосфера, главная атмосфера, которая творится у нас на Бэйби-филармонии, поэтому всем рекомендую не услышать, а один раз увидеть, если есть дети, потому что это волшебство камерного зала, это такая нежность и домашний уют, это невероятные ведущие. И вот этот вот дуэт, сердечный дуэт, который даже трио, мама, ребенок и музыка, которые соединяются все вместе, и то, что делают девочки на наших занятиях, как они все объясняют, как они говорят. А где это проходит? Это в Красноярске, в Крайбай-филармонии, в камерный зал, в фойе, в камерного зала. Мы сейчас можем смоделировать какую-то ситуацию, что-то сделать? Да, можно даже раздуматься, как по привычке есть у нас, но... Давайте, что это будет? Мы занимаемся на полу, на подушках, которые мы сегодня вам тоже принесли показать. Мама с малышом располагаются очень уютно, прямо на ковровом покрытии у нас, и мы играем вместе в музыку. Например, давайте с вами сейчас поиграем... Давайте. Я выбрала инструментов. Да, у нас есть даже специальные инструменты для этого. Я вам предлагаю взять вот эти палочки, на первый взгляд. Да, на самом деле это клавесы, это музыкальный инструмент, да, который называется клавесы. Да, Миша. Они, их можно купить в любом музыкальном магазине, но можно сделать самим. Я родителям часто рекомендую делать это просто из каких-нибудь рейк. Да, да, да. Они отлично развивают чувство ритма. Швабро, распилил? Да, и клавесы. И послушаешь, как это будет звучать, да. Потому что разные клавесы сделаны из разных пород дерева, соответственно, они по-разному звучат. Итак, клавесы, они развивают чувство ритма. Зачем нам нужно развить чувство ритма? Не только музыкантам и танцорам это нужно. Это очень здорово развивает речь ребенка. И не только, кстати, ребенка, а также помогает осмыслить время. Это очень сложная категория. И при помощи развития ритма ребенку очень просто потом освоить время. А мы с вами сейчас поиграем. Послушаем музыку Чайковского, очень известную. И поиграем в маленьких лебедей. Я всегда говорю, что маленькие лебеди, как и мы, маленькие дети, да, очень любят играть. И мы сейчас с вами посмотрим, как они умеют прыгать, бегать, кружиться, даже сушать. Мы должны это будем делать при помощи вот этих клавесов. Да, при помощи клавесов. Какой момент нам идет? Какой сами захотим? Когда я всегда говорю своим мамочкам, я показываю, вы делайте. Если малыш хочет делать что-то другое, это даже еще лучше, потому что у него развивается фантазия. А дома потом можно фантазировать сколько угодно. Давайте покажем. Вот она, звучит уже. Она уже звучит. Давайте мы сначала попрыгаем. Мы это делаем на полу. Вот, молодцы. И поэтому на полу здорово стучит. Да. Если погромче нам включат, нам будет еще интереснее. Дайте, пожалуйста, в студию звук. Молодцы. А теперь смотрите, они побежали. Вот так и мы побежали. Молодцы. 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 А на следующий период мы так постучим. Молодцы. Молодцы. Можно еще погромче музыку сделать? А теперь кружатся наши лебеди. Ай, хорошо кружатся. Занимательно даже для взрослых. Можно я отдельно отмечу вашу подачу? Я прям вот чувствую, как было бы комфортно с ребенком общаться с человеком, когда от вас тепло идет. Ну, вы купили билет на буду филармонию. Спасибо. Они заканчиваются, как пирожки. А теперь в другую сторону. На самом деле, действительно, это очень важно. И девочки всегда отмечают, ведущие, что когда делает мама, обязательно будет делать ребенок. Пусть что-то свое. Пам-пам! Ну, захочение, как попасть к вам на эту филармонию? Что нужно сделать? Где сайт нашей Красноярской филармонии? Обязательно переходим на сентябрь. И даже первая ступень, первая вас встретит на этом сайте. Мы очень ждем. И вот для нас это важно очень, когда происходит такой рост зрителя вместе с мамой, когда он с самого-самого рождения начинает приходить к нам в филармонию и идти на все наши ступени. Помимо даже бэйби-филармонии. Кстати, у нас запускается даже такая нулевая ступень, когда мы ждем мамочек в самом прекрасном состоянии. Музыкотерапия для будущих мам тоже ищите у нас на сайте. Там тоже будет вот так же интересно и вместе с Евгением Фаст. Спасибо огромное. Вы невероятно душевные. И вот сейчас эта атмосфера, которая царит в вашем присутствии, обязательно, если останутся абонементы, я куплю. Куплю билеты.